всех приветствую с вами я ваш веган христолюб сегодня у нас большой будет ролик тема очень насыщенная серьезная какого-то прям супер планы я не составлял и поэтому могу конечно о чем-то не сказать но по крайней мере на эту тему будет видео вопрос очень серьезный и один из тех одно из тех оправданий которая кстати к не веганам к трупожором убийцам даже как бы отношениями да но вопрос очень серьезный веганство или вегетарианство да у меня есть такое видео как веганская секта о нем в конце мы к нему придем есть у меня ролик веганство и христианство они очень просто вот в теме да все это и вот ролик вегетарианство и веганство да я даже не знаю может быть я его и назову не не веган потому что а может и тогда данный так оставлю не веган потому что вегетарианство таки да звучит можно банально веганство виз есть такая да английская интерпретация против из по-русски веган против и против веганство против вегетарианства или веган против вегетарианца может это на и значке как-то изображу посмотрим сколько пытался каких-то знать каких тут картинок иллюстрации что-то над тем подобрать как-то ничего не получалось некоторые менял здесь села была другая сейчас вас на экране да но говорить я буду много так что кому интересно устраивайтесь поудобнее ролик будет ну или наоборот занимайтесь своими делами можете параллельно слушать иллюстрации конечно я стараюсь свои видео по возможности сопровождать заранее подготовлен тем более они все я стараюсь на своем сайте все это как-то материал готовить такой какие пометки делать тема просто обширная может быть и больше можно за годы веганство разное было все не упомнишь не всегда я вел это скажем свою записную личную книжку который называют сайтом своим тот же самый канал да по-разному развивался но тема веганство и вегетарианство и что вегетарианство достаточно да не обязательно быть веганом очень важно сейчас поделюсь и личным опытом и ну и всю эту теорию рассмотрим более того будет у меня отсылка еще к одному ролику тоже в свое время я уже его записал по поводу молока вот к нему тоже будут давать отсылку он почти двухчасовой естественно сегодня о молочных продуктах будем говорить но я пройдусь и замолчу и просто дам отсылку к тому ролику чтобы это видео и так не удлинять иначе на 10 часов получится вы знаете я кратко говорить не умею и благо тот ролик уже записан там прибавить или убавить мне в принципе ничего давайте начнем прежде всего кратко с истории и определение что такое вегетарианство что такое веганство я не знаю в начале об этом сказать или потом давайте в начале все таки по поводу вообще слов и понятий конечно с годами все это сейчас в такой каше и конечно то что сейчас произнесу дав определение веганство и вегетарианство кто-то мне может в комментарии набежать на тыкать что это не то вот посмотри туда дать ссылку на другой сайт на другого проповедника на на еще что-то да на любой другой источник на историю да не знаю может быть моего отношения к истории или имея свое правильное неправильное скорее всего представление об истории вот слов то мы понапридумали много да вот очень часто слова подменяются очень часто одно и то же сущность мы называем одними словами хотя это разные слова и наоборот разные сущность называем одним словом а это тоже неправильно сейчас вы поймете я наговорю вам немножко накидаю мазков на картинку потом она у вас вырисы вырисывается потому что сам я когда читал что там и вот это сначала было только одно веганство или наоборот вегетарианство это было веганством в современном понятии наш мы сегодня будем говорить конечно современности но кратко я вы насколько я умеешь попытаюсь все это побыстрее вам и накидайте изложить евро да и что это якобы вот еще там при царской россии при льве толстого было вот одно вегетарианство под ним подразумевалась вот именно это любовь к животным во всех там видах проявляемые вегетарианцы от льва толстого еще они не ели ни молочку да и как бы там и животных не убивали ради шубы там тем более не эксплуатировали это все история кто-то прав кто виноват уже что там правда что там ложь соответственно 10 нет ничего уже не разберешься вот я читаю помню эту статью там или труд какой ты знаете там так прямо это все говорилось как будто веганство легетарианство вега сейчас как не дает такое слово я подберу есть тоже в принципе слова век чтобы совместить эти два понятия до векское движение давайте так что мы те сейчас третье понять какой внесу да не знаю как правильно тогда ввести вообще этот монолог даже мой я говорю у нас мир порой настолько мы его усложняем и за счет просто что нас много мы живем в разное время и уходим отсюда у нас порой такая каша вот ну ладно суть короче вы поняли да я сейчас вместе будут ну ладно буду длинять речь и говорить вот что вега с вегетарианство неважно как его назвать суть если брать просто любовь к животным она во во многих во всех народах по земле было в разных поколениях в любом племени даже мог от бога человек просветиться потому что так было от начала создания мира и быть веганом вегетарианство как хотите но если вегетарианство в том понимании и или не в том может даже в современном то есть он только там не убивал но там молоко ел да допустим потреблял вот то есть это все было всегда да поэтому какие-то статьи томаса и знаете такие недалекие там вот а вот 50 лет назад а вот сто лет назад но тогда я как христианин всегда вы знаете отсылаю вообще к созданию мира люди были созданы чем веганами по современному пониманию все потребляющим в пищу только продукты растительного происхождения все и не нуждались они не в убийстве него в эксплуатации животных да ни в какой не нуждались не в шубах не в куртках не был ни зной ни холода да по поводу всех тех визуальных удовольствий типа цирка и зоопарка вообще была дурью то что даже животные любили ластились и не боялись человека человек по своей тупости бессердечью и этот мир изуродовал извратил сам бог есть любовь и благость мир таким и был создан но бог и свобода и все его творение тоже свободное своей свободе она может творить и зло да и в нем еще и закосневать укореняться и до бесконечности наверно возрастать вот и поэтому конечно от начала берем так мир вообще мы не идем к веганство мы от него отвалились мы должны лишь вернуться в него мировоззрение истины я называю христианский но по сути это мировоззрение истины где это проповедуется этот начал времен все было да и в разных народах сохранились эти мысли и традиции и воспоминания о творении бога и неба и земли и адама с евы и прочие вещи да и первозданные пищи и все вот поэтому конечно сегодня мы дадим определение даже третье коку краешком коснемся это зож да поэтому что такое начну тогда зожжа это вообще беспокойство только своем здоровье здоровый образ жизни до сокращенно зож там вообще мораль этика как угодно называют добро любовь никакого отношения имеет и знает что типа в мире как медицина да все там цель когда даже пропитание говорится и про психику такте скажу ну не смотри там не ходи в зоопарк из тебя это мучаешься психологически увидеть там животное в клетке страдающие да не ходи не надо его там защищает постеть стать там защитником живут ты сам не ходи еще будь спокойно будешь защищать будешь опять нервничать то есть тоже это вообще чисто эгоистичное мировоззрение направлено только на самого себя любимого все никакой там жертвенной любви и вообще к посторонним да еще и жертвенной любви там речь не идет это чисто здоровый образ жизни там и спорт и все зарядка и так далее да вегетарианство в современном понимании пусть кто-то там плюс-минус все эти мы сейчас на три группы поделим они бывают если взять шкалу там бывают и перехлесты вегетарианец ну давайте сел определить дам вегетарианство этот кто не употребляет пищи чего получены получены посредством убийства только лишь убийство живого существа то есть он эти трупы от убитых живых существ не употребляет причем я вам говорю там шкала начиная от крс как это называет крупного рогатого скота млекопитающих заканчивая чем угодно до маленькими птенчиками да вот какими-нибудь курочками до буша там не буша то есть он может только крупный рогатый скот всего лишь не употреблять спокойненько там курочку есть да может свинину вплоть до халяльности очень может похоже быть вегетарианство просто там на иудаизм или мусульманство где там свинину не едят до чисто из того что якобы бог сказал кому-то там что-то послышалось вот на горе и все то есть она вот это все шкала вот от нуля там вообще от которых вообще все без разбора через зож вегетарианство это все точки но между ними расстояние человек может находиться где угодно на этой шкале и от вегетарианство может быть где угодно она может с этикой пересекаться он может быть вегетарианец прямо тут на границе с зожем то есть он чистый зож и по сути он просто называется вегетарианцем кто-то ему этого сказал или он так подумал он называется вегетарианцем по сути он зоживец он услышал что статью прочитал зоживец рассказал что трупятина там тебя убивает ты себе трупятину засовываешь гниешь какого-то там зожника наслушался и все и стал зожником и может быть конечно он подумал да потому что может этот зожник полу такой или он еще от вегетарианц или где-то там от вегана про этику слышал что это вообще-то еще убийство до живого существа кто чувствует посмотрел какое-то видео со скотобойниц слушай да тут однозначно надо отказываться тут и эта сторона это он чуть дальше по этой шкале но опять же он на шкале остановился применяя все только там крс к млекопитающим допустим да там или кресель к фликме меккале млекопитающим то есть это все тоже разные стороны одно дело крупно-рогатый скот в дело млекопитающие то еще больше обозначено по этой шкале еще чуть дальше лис хотите чуть выше шкалу к хотите располагайте вертикальной или горизонтальная как вам удобно да как вам нравится это не суть важно вот он на этой шкале в разном месте да при этом он может озадачиться и услышав что слушай и вообще у нее сердце чуть конечно раскрылась бог через открывать ему и через что-то может случайно видео попасть на то что действительно там или вегана послушать что да вообще-то насчет как-то меха до убийство а как насчет медицины и опытов а как насчет чё хотел сказать такое ближе к ним-то цирки зоопарки до эксплуатации он подумал слушай да я конечно вегетарианец там млекопитающих не продукты убийства млекопитающих не по не по не питаюсь и кстати от шубы тоже откажусь и в цирк ходить не будет то есть он такой вегетарианец ну и кое-что от веганства взял он там еще он приближается к веганству да то есть там планка это может цирке ходить с детишками но а шубу не носить или наоборот цирк не ходить ему жалко но там вот вроде как можно и шубку поносить да то есть там тут знаете на этой шкале нас сколько миллиардов и человек может быть в любой точке этого таймлайна до этой линии временной или информационной как угодно тогда да и по поводу веганство конечно же веганство в идеале вот у меня даже есть уже я как-то записывал такой ответ на вопрос тогда вот веганская секта этот ролик я вам тоже порекомендую попозже или сейчас не знаю да что такое веганство я кстати тут в этом видео веганская секта у меня статья получать свои стиль и кстати одну из немногих мужской сам написал веганство это индивидуальный децентрализованный внесистемный протест но я позаимствовал конечно он тоже но кое-что сам добавил протест против бессмысленной бесчувственной человеческой жестокости ко всему живому из этого определения по сути веганского движения можно увидеть и нужно понять что веганство не обладает ни одним из признаков секты она это я уже ладно к этой статье но вы поняли да веганство это индивидуальный децентрализованный внесистемный протест против бессмысленной бесчувственной человеческой жестокости ко всему живому по поводу веганство где-то на этой шкале надо еще умудриться впихнуть все-таки есть у нас greenpeace как это называет зеленые до любовь природе вот веганство опять же по крайней мере вмещает все это до веганство это любовь вообще ко всему живому и в принципе я не знаю если веганы которые не топят за любовь и к природе до к растительному миру вот дальше еще и выше это но я как христианин проповедую христианство с любовь вообще ко всему к людям в том числе потому что уже не раз об этом от меня слышали и кто это все и жизнь вы и сами знать сенсор порой даже веганы ненавидят людей просто мне прямо об этом говорят пишут говорят при общении я ненавижу не только трупажоров я говорю то есть он так и дельно люди хлам реально это все не мои придумки надо конечно могу для красного словца для более ярких эмоций чувства вызывания какие-то гиперболизировать что-то там дам говорить чуть-чуть преувеличена но нет это прям я вам привожу прямые фразы мне в лицо говоря и говоримой да поэтому конечно же как я символю веганстве тоже только часть да опять же возьмите тех самых зеленых мы их кроме якобы растительного мира в принципе ничего не интересует то есть планка там где тоже где вегетарианцы но это как параллельно так вместе сходишь и веганство все это вмещает они идут параллельно зошь вегетарианство здесь зеленый где-то они веганстве эти две сходят человек может тут где-то быть тоже он может конечно и цветочек какой-то любить может улюбить только у себя на отчастке кто-то вообще ничего не любит зеленая есть люди конечно любят демонам служить прямо сатаниста да все им противно ничего не хочу хочу кругом серости черноту есть такие люди падают на дно ада еще в этой жизни до веганство до христианство мы с вами тоже сегодня затронули зош ну в общем все вот эти да и вот по поводу веганство и викторианство я врух поэтому конечно это вот из-за этих всех слишком сложности кто-то мне может тыкнуть арибну что соседи вот так я мог конечно начать свою беседу сказать так вегетарианцы тут эти веганство это вот эти все не так я в процентах тоже можно если меня уличить в каком-то разногласии что иногда разное что-то говорю я могу могу конечно бросить 4 вот так вот я же не знаю не господь бог не вижу все их сущность бытия мира сколько там веганов полно зожевцев веганов я уж не гря вегетарианцев я конечно договор о веганстве там говорю да там 90 процентов зожников порой надо так и кажется это и твой конечно это моя картина мира с одной точки зрения я не бог я не вижу все сердца человеческие все сердца веганов все их жизни но просто 1 2 3 муж подряд еще попадется такой думаешь да господи они кто вообще есть то веганство это веганство по крайней мере я говорю в моем понимании это просто любовь которых тебе во всем должна проявляться это просто вот она узконаправленная любви к животным очень много веганов это зож чистой воды зож чем вообще прям зож зож чистой воды и он где-то услышал или взял себе у них в никах может быть это социальных сетях там вася веган или буковка в этом обычно помещают русскую и английскую на его страничку посмотришь а если там в переписке вдруг или он тебе напишет или ты ему как там случится да где-то ты понимаешь что чисто или в реальности это с таким встречался чистой воды зож здесь он рассказывает тоже бывает ну началось мне там зожи да за здоровье потом вроде как я и на этичную сторону тоже понял вот но в конце ты сколько с ним общаешься и там видишь все это его и страницу и общение у вас ты пишешь он как был зоживцев по сути так и остался движет им в основном только это все начал тем и кончил вот как-то вот так вот поэтому конечно хоть и тяжело это и игру если тогда здесь хочется вегетарианцам оставить немножко поле для цифр да я хоть и могу такой бряхнуть если там нарезку кто-то из моих видео сделать что там чуть ли не веганов 90 процентов зоживцев но если так сегодня рассудить прошу какую-то картину мира набросать веганов на 50 процентов зоживцев а вегетарианцев еще больше это вообще вот здесь само по себе я вам планку нарисовал они в принципе ближе и так и есть пусть их там вообще 80 процентов это зож 20 процентов это кто-то может по этике а если этикой прилипает то сверху зожи я говорю как-то там и зачастую он отваливается от зож на его мировоззрение вегетарианство из к которому он пришел и этика у нее сразу она потому что на нем она на фунда фундамента нет она сваливается все она как прилипла но она не фундаментом у него он когда еще стоит на этом будет это вам рассказывать да может заикнется об этом головой покачать до ролик лайкнет но если не зажим начнутся проблемы там по здоровью и он решит от вегетарианства отвалиться эти 20 процентов этики так скажем из из 100 где 8 зож да они ничего никак не перевесит он просто отваливается начинает убивать ну проплачивать эти убийства вот и все да ну как я вам накидал картину мира что он конечно может там еще при этом просто не есть крс трупа крс а до крупнорогатого скатали там млекопитающих и ну и шубку не носить ну куда вот его отнести есть оттуда есть оттуда в этом плане мир конечно немножко разные вот но суть вот такая да все-таки чтобы хоть как-то нам поговорить и тема озвучена веганство вегетарианство я все-таки сужу вот до этих точек вегетарианец это тот хотя я вам все уже накидал и поэтому из комментарий посыпется какие-то ну сыпься меньше не сыпься никто не смотрит эти ролики я так те же свое самолюбие да вот но действительно я так по большей части это я образа даю даже у вас в умах если будет что-то подобное зарождаться вот я уже обо всем этом сказал я специально сужаю просто для простоты а так уже сам сказал что в принципе конечно может отнищаться в это больше вот веганцы вегетарианцы могут вот тут на этой шкале стоять очень близко за руки практически держаться ты по сути они сами себя по сути даже может неверно просто относится к этим группам а так они может вообще вот так стоят на одной планке за руки держится просто он себя назвал веганом и он зож витаят вегетарианцы нужно их вот так возьми они все в одной области причем не здесь на этой планке они стоят на границе между веганство и вегетарианство и сошлись нет они вообще вон там на зоже стоят за руки держится но один мнит себя вегетарианцем до другой веганцем они зожевцы должны стоять и стоят за руками друг другу понимают и дружит никогда не чем спорить не будет у них все хорошо просто одного в них не написано вася вегетарианец а у нее оля веган да там даша веган массе веган да дима вегетарианец и все и но они отлично ладят потому что они оба зожевцы просто никеси неверный выбор не соответствующие сущности их нереальности вот но мы чтобы этот вопрос как-то разобрать я вегетарианство в данном ролике вложу что действительно человек который не употребляет продукты точнее быть правильно выразиться трупы убитых животных ну возьмем млекопитающих это и так достаточно обширная норма больше они игры они спокойно рыбу едят убитую да уж про молочка которому сегодня будем говорить то есть для них даже животное там игру там хрупко очень достаточно небольшая а веган это тот кто потребляет только продукты растительного происхождения и не употребляет никаких продуктов животного происхождения полученных посредством убийства или любой эксплуатации живого существа плюс он не носит эти продукты до шкуры плюс сложный вопрос но я возьму в идеале он там нет не пользуется косметикой медициной там препаратами которые на животных тестировать то есть видите как это все что косвенно прямо или косвенно связано с убийством или эксплуатации животного за чтобы от него что-то получить или на нем просто поиздеваться поэкспериментировать он против всего этого более того он вмещает собой в себе и еще веганы и зеленство ну я буду говорить что сто процентов веганов такие ну уже все об этом поговорили что я такой образ вегана рисую да и мы будем их сравнивать вот туда входит вся зелень вся защита природы и так далее то есть все вот это вот веган туда много чего входит если так по делам уже раскладывать по областям это чисто на вскидку а так все что с этим связано веган вот такой вот он красавчик да вот мы сравниваем и действительно достаточно ли быть вегетарианцем конечно с мировоззрением что вот я заживец тут вообще говорить нечего это мы даже не сравниваем заж с этим я уже об этом поговорил заж это вообще ни о чем это просто о любви к себе все любимому вегетарианство даже сейчас то есть я хоть и поверил что не зажники их мы тоже отодвигаем он просто назвал себя так сейчас мы берем вот этот маленький процент не маленький процент вегетарианцев которые зажники может быть даже или чистый вегетарианцы но почему-то он как и любители есть трупажоры но любит кошечек собачек он еще какой-то якобы не классическую потому что людей которые любят и животных но убивают ради еды одних домашних там известных животных и убивать там сельхозяйственных таких но основная масса на планете да а этот как-то вроде выделился он вроде выделил еще какую-то группу которая в массе не признана да он решил не стать там не есть не участвовать в убийстве не есть трупы млекопитающих да он конечно тех отделился но он настолько от них отделился по он по плоти от них якобы отделился вышел из этой касты но по духу мне все то же самое осталось он лишь почему-то опять небольшую группу как мы с вами уже подобные вопросы разбирали уже для трупажоров о лицемерии любви к животным да вы помните самый первый по он был до вопрос вот это вот якобы глажу собачку и тоже на ноже держу свинью на горле да здесь тоже самое то есть но выделил ты еще млекопитающих ну а как не млекопитающие которых тоже есть все нервная система все вот это да боль страдание наоборот чувство радости через наслаждение это не только млекопитающие испытывают да вот а как насчет вот этих всех сверх где эксплуатация пусть их не ешь эксплуатация ради похоти какой угодно зрение слуха чего там угодно сил рабство порабощение животных насилие над ними любого да вот куда это деть веганство это все любви именно да ну и продолжаем что это вегетарианец что-то в нем теплица нравственная как угодно моральная как это любит такие слова кто как от называет добротой любовью святостью вот что-то в нем сидит такое но если в тебе что-то такой сидит хоть на один процент до вегетарианстве ты заикаешься думаешь об этом то почему-то остановился на этом вот мы сегодня этот вопрос будем разбирать конечно труппажора будет тоже интересно послушном об этом уже говорили во всех этих вопросах в принципе аналогию конечно элементарно провести и материю с теми вопросами да почему я вообще должен там помните собачка ряд можно к первому вернуться к самому по-моему так у нас и назывался i love animals я люблю животных да помните все это тоже самое большое самое первое видео это принципе можно было бы ничего не записывать не говорить и достаточно вот это приложительно и любом вегетарианцу сказать слушаем ты же кто такой идейный более-менее да за любовь вроде бы топит и сказать слушай ну ты же особенно увидите такого проповедника может он немножко активный да за это говорит сказать слушай ну ты же вот труппажором то проповедуешь как бы до за хрюш хотя возможно он этим аргументом как раз и не пользуется что он будет его обличать какими угодно пользуется возможно давит по сути на зош но я видите опять грида если он дает на зош то дает понятно вот допустим я не знаю тогда каким он там пользуется что он говорит все-таки о любви и возможно приводит вот этот аргумент турмы сам первое когда-то разбирали о том что это лицемерие ты собачек любишь а хрюшек убиваешь да к нему тогда это абсолютно применимо ты млекопитающих любишь якобы остальных я не зря такую выбрал картинку она самая достойная особенно для заглавия где такой мужчина каким-то длинными руками как бы обнимают всех животных мы на картинке видим тут и сельскохозяйственных вон овечек зайчик хрюшка кто тут еще есть коровка он но при этом есть и тигры и жирафы он курочка я вижу лягушечка слон тут стоит большой собачка кошечка все весь набор вот я думал что картина лучше всего отразит как бы тут хоть нет никаких слов я сам не стал тоже ничего добавлять что это веганство вот так для себя все это надо делаем и надо отчеты могу конечно ну не лезла тут все закрой тогда буквы не будет видно всех этих животных где-то мешать только будет вот но визуально я надеюсь все понятно да ну давайте почитаем что это нам говорит и как он это видит я буду дальше комментировать живот мне не нужно становиться веганом я и так и хранить животное не страдает и умирает ради меня тут а говорю сейчас единственно видите то есть здесь по и это мы видим что вообще вложил их во слово вегетарианец и тот кто в принципе якобы не только млекопитающих я вам сказал свою такую то что я буду говорить более еще расширена ну вот поговорю что это как бы тоже видите поправка но уже об этом так и все сказал тут осталось только просто понять что это говорит принцип такой же просто другая чуть чуть область пусть даже так животное не страдает и не умирают ради меня это заблуждение крайне распространено среди вегетарианцев вот я говорю мы сегодня не будем говорить о рыбе вегетарианцы лет и мне отдельного ролика по рыбе так я еще и не записал да и по курицам кстати по яйцам мне тоже нет я тогда молоко получается но сегодня это не будем это все все применимо уже поняли до любой вегетарианец должен это понять на одном примере достаточно чтобы аналогично на все переложить когда не конечно придется написать тоже мне и о яйцах а куриной промышленности рыбные все это да какие-то доводы приводительственных нервной системы если тоже вырывается тоже до бедные кривляются когда их режет убивают вот но сегодня я говорю поговорим о так каймой какой-то матрицы давка благодаря которой в принципе кого хоть как-то теплится и сердце в сторону истины смотрит должно откликнуться но если нет и не знаю вряд ли там помогут все эти уже тонкости но может быть да это заблуждение крайне распространено среди вегетарианцев более того когда я был вегетарианцем я думал точно так же многие вегетарианцы просто не знают что самая ужасная форма эксплуатации животных происходит именно в мясной тут он зачем мясной немножко не знаю говорит и речь идет об этом да потому что они мясо не едят и молочных индустриях здесь так как я сказал что он тоже был вегетарианцем я теперь хочу тоже о себе сказать то есть я веган больше десяти лет уже до со времен своего покаяния христианин при этом бог не открывался я не проповедую веру в бога я проповедую что бог просто есть я он мне открывался он со мной говорил я знаю что он есть и кто он есть он абсолютно любовь свободы и бессмертия я стал богом стал открываться мне открылся дальше открывался уже через внутренние откровения после явного я стал все изучать всю сама светлая добрая все стал исследовать кораны и библии веды суры сутры все по на свете да вот и я вот знаете сколько вот я говорил в роликах тут меня никто поймать не сможет я реально я мечту некоторые вещи может я тоже могу путать многие вещи уже в своей жизни чего-то можем точно не не помнить я убей как говорят не помню как я к этому пришел я все рассказывал один момент когда я я-то дожил с девушкой типа гражданского брака мы ягра у нас такая студия была сделала тип частного дома типа студии вернее частный дом тип студии и оставил как бы на этой кухне она там диван сидела я чувствовал присутствие божье как будто между нами стоял глядя на меня реально я ощущал всем своим телом как живого человека не видя никого и я и предложил я тогда курил еще выпивал все это исследовал уже мне я искал давай сегодня бросаю я хотел и предлагал мясо все это отказаться от мясного ну и сказал чтобы ей какой-то мотив был и я говорю давай помимо тоже я тут хочу она как бы может них не может я предлагаю на то в этом я стал все это изучать следует тянуть им я говорю ну как бы она то как бы в жертву что-то приносит свои эти желания ну естественно шашлыки там все это как у всех было да вот я говорю давай я сегодня прям курить я курил 15 лет до мног попыток дел бросить я брошу еще курить и ну выпивать то я потом как бы я не был алкоголиком каким запойным у меня нико дури и то есть это я уж сам просто искал курить да по сути про курил будет говорить алкоголь это я просто всем говорю что я там пить курить бросил да вот ну к ней нет это до мотив не было потому что у меня с этим не было проблем а вот курил да и как бы мотив или давай не мясо я по собственному желанию ты как бы может быть против пока не знаю не знаю знаю да как бы тут я тебе предлагаю вдруг внезапно а я курить буршу ну давай с того дня я не курю не ем мясо она естественно через два дня но не естественно естественно она отваливается ночью меня потянуло к свету мне бог открылся мы потом расстались через год но я ушел да вот это я помню и я естественно помню что я смотрел фильм земляне же рыдал там это и я помню точно по моему второй раз я его еще пересматривал хотя я таки уже смотреть не могу но почему-то я себя помню в другом месте уже в другом и это вообще это квартира и это я не мог у пера смотреть я украс смотрел скорее всего вот тогда где мы там жили бог меня конечно напрямую вел я всем рассказывал вот это все через кошерная стал я там стал ветхий завет изучать вот именно свинина там не надо все это меня стало тянуть я дальше стал интересоваться а почему только кошерная как молоко я уже тогда это стал я убей не помню вот я сам дошел и еще фильм земляне бог мне как-то ну естественно изучаешь на как и тогда еще youtube не было я вам так скажу в те годы когда я пока когда господь не призвал youtube и не было в россии и чтобы вы просто понимали тогда на всех сайтах это все на кит хостинге заливалось видео было тоже достаточно проблематично они были тяжелыми вот и ты мог поисковиком пользовались яндекс то есть ты через яндекс находишь что-то на канал выходишь это я так просто к слову тоже я когда в себя уходил как я говорю youtube еще не было до вышел он уже там цветет и пахнет во все это да и вот я вот тут я убей этого момента тоже не помню я реально не помню как я вот стал и получать и она был какое-то время вегетарианство это когда мы с ней я же все это не в один день сразу но я себя осознаю вот вегана вот это все время прям вот в принципе с того дня сколько там дней было как я от молока я вот не помню что я там буквально муж я наследие что все стало это просто потреблять массовый этот контент информацию как это произошло вот видите это я уже не помню и в моей периоде был жизнь когда я стал жить в деревне и я отвалился от можно сказать тоже вот такого не то что прям веганство потому что я топил из-за любых животным и тем более там кинцирк и зоопаркет я все понимал шубы там да а я свалился на молочную продукцию как свалился у меня в пузе вот там кошечки появились котят я подбирал там выкинутых вот и у меня была иллюзия так как я глубоко этим вопросами не занимался и в том же сам контенте в котором я когда-то потребила мне было достаточно типа земляне да там я сейчас не помню может быть ошибусь и тут тогда мне не в укор я искренне ошибаюсь уж не помню затрагивался даже в земляне их вопрос частного такого там молочный там пока не показывает нам производственные такие когда все это а там понятно все бесчеловечно у нас человек ничего на производстве не значит да чё ж там животные вот я не помню как пришел к этому что якобы в деревнях где ты можешь слышал кто-то может меня за эти года все-таки прессовал потихоньку и я как бы пристал покупать молоко вот как бы там у бабушек конкрет с любовью которые ну естественно я же касался всех этих вещей вы знаете в ней ролики записаны я хорошо знаю все религии мировоззрение мировые да и индуизм там буддизм йогу там тоже есть эти беды до что коровка там молочко с любовью дает я уж не помню как все это какое это тоже навалилось все это как-то может на меня духовно так я даже не заметил да я вот решил я даже рупом не столько ради себя сколько ради котят стал думать что они там что они есть это будут хищники тоже да и что да и не до всего конечно дорос и я встал там сам-то я каши ел в основном причем спокойно на воде все это меня никогда не напрягало да я стал им там покупать это да деревенское яички там корочки все же на свободном выпасе в деревенька чем хорошо смотреть целыми днями гуляет никто им не прессует там клюкве действительно может там клювы я чуть не видел чтобы там клювы поджигали там это ломали что такое короче этим я обманулся потом я это конечно понял и кстати вернулся я к этому благодаря общался я много лет с викулией многие узнают сестрой как я говорю да но сейчас мы не общаемся и куда-то не туда потянуло она меня конечно всегда так подпрессовывала особенно когда вот я ушел от этого и вы знаете вернулся я благодаря роме милованов я хоть раз тоже на нее даже не подписан у него просто много роликов ног тем трогать я его почти смотрю но то что вот он за животных когда топил и то что он там выговорил или еще что-то ну действительно что же я в свое время уж тоже когда все уж отпишу все вопросы я не буду их по кругу жевать все да и он сейчас тоже этих тем практически не касается она я помню очередной раз сбросил мне ролик на словах снова на меня тоже так подпрессовывала я из-за этого благодарен да и ролик сбросил по группу нас было ли мне лично не помню у ромки есть пятиминутное о молоке такой агрессивно он вот так то видимо с голым торсом снимает вот так то видел этот ролик если скажете на какой минуте я обо всем этом говорю я добавлю все эти ссылки о которых упоминаю он его сам скопировал как мне потом я увидел сама одна какая-то американка по моему прям то есть он полностью формат взялся ну хорошо он так все это с нарезками с нарезками жестокости опять вот этого молочной и я сам когда стал в это во все вникать и кое-что и там тоже все в деревнях увидел узнал все оказалось то же самое и знаете я и реально не вникал настолько тогда как ты не привел господь я же сам ведь у меня много лет не окружали не веганы все кого я веганы если были появлялись а в принципе когда я за это сильно не топил то же самое вику лишь я ее сделал веганкой и она мне добрые монеты потом получается отплатила да она единственная в принципе и стала когда я мягко еще за это топил более-менее она единственно прям с первых слов поняла все стало и вред платила мне потом добрые монеты и я несмотря то что мы сейчас не общаемся ей за это в частности за много что благодарен а за это в частности да вот надеюсь и я я еще раз отблагодарю когда-то сделал потому что не знаю как она сейчас с этими делами насколько она там сама осталась свидетельствует то что ну ладно не о Вике сегодня разговор она знает что у меня болит за ней она не знаю знает но кто меня слушает кто мы вместе общались они знают что у меня на самом деле сердце просто болит несмотря на то что я это может как-то пытаюсь скрыть есть такие вещи конечно тоже переживаю вот и конечно да во все вник я же даже не думал все равно что телят его мне что да несмотря на всю жестокость которая в промышленном это я понимал я не знал точно что телят отбирают что там это молоко понятно откуда теперь понятно мне да откуда появляется у меня какие-то были убеждения в голове что якобы коровы они в принципе молочные не боже вот это все бредни я что же где-то хавал кто-то мне может их говорил и накопилось хотя являя много лет был веганом да и вот вот это я свалился не знаю на полгода или на год что тоже точных цифр уже не помню ну как-то тут так было с вами делюсь тоже откровенно да то кто думать что я вот такую конечно достигал но при этом тоже не надо игры я уже мы с вами этот вопрос разобрали не вздумайте никогда болеть синдромом грешника не важно что ты такой был не ваш тысвальц благодаря чьей-то такой настойчивости и ты когда ты стал и вернулся вот что важно как раз отсюда правильные выводы вынести не то что был таким и замолчи нет а вот как раз тебя вернули что кто-то у ром очень горячий ролик прям горячий тогда у него веганстве были такие я ему прям благодарен я там на комментарии редко пишу я в любом возможность тысячу лайков или миллион лайков я помню стал поставить я поставил бы у меня прям зашкибот взял вот как в духовном знаете плане какой-то меня образ у меня как пелена я думаю господь куда я свалился все и причем с этого дня меня как подменила вот все что вы увидите на канале я прям вообще стал как говорят может агрессивно даже жестко рьяный можно сказать канал переключил на это это вот с этого я возвращаюсь на веганство и меня просто пелена спадает планка падает и все и я начинаю ставить ультиматумы в группе где мы общались чтобы не только вик там столько лет уже я вы слушайте мы столько лет общаемся вы все знаете меня все равно это система проскальзывал сюда все знают кто игры вы не хотите не хотите давайте расставаться я помню распускаем первую группу все мне были очень дороги все в плане христианства любви к человеку никаких претензий не было к ним личной любви ко мне сколько было проявлений в делах но все у меня планка кто знает когда падает и я благодарен благодаря этой упавшей планки все отвалились кроме там аллочки аллочка перешла на сторону света всю свою семью со страхами рисками перетянула на это это удивительно потом другие через сколько когда я уже топил так другие все отвалили потом все равно приняли там леночка еще там кого я знаю кто-то знает этих людей кто-то нет вот кто-то до сих пор конечно и уже не не хочет его несмотря то что грязь мне начали поливать потом это всего прикали во всем кто-то потом конечно извинялся кто-то нет все равно переходили на эту сторону света вот так что вот так вот было в моей жизни это я взял за повод ведь лет о своем вспомнил то скажем при рассказе я хочу чтобы тоже все знали это очень важно и еще уже я сказал об этих группах потом еще уже много чего было это же даже ватсапе чуть не заполнился случай тоже мне одна она уже пожелаю по моему так но старше меня многому кто знает я общаюсь на равных со всеми она тоже она стала ногать я тебе просто я стал викторианкой все ватсапе не все лечит писала сбрасывала комментировала много на ю тубе спонсором по он даже на канала является и по моему до сих пор вот я даже имя забыл уже не переписываемся на год но если она слушает поймет что на ней речь вот это же опять что-то за веганство как-то с ней я не то что прям прессую знаете за всем бегу и вы знаете некую секты не создаю никого себе в подчинение не 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 порабощая но могла опять либо речь вот так либо она сама то скажем нарвалась что-то такое написал или сказала вот может быть наши ролики стали постоянно ходить но я ее как бы тоже спросила над как там с веганством то она ну вот пока вот я пока так время до я считаю много прошло потому что я сам сильно свалившиеся состояние тогда я говорю я хоть и не помню но я знаю что там время совсем мало прошло все как-то вот так там накатан да и не суть важная говорю это все я как руку не сахара не растает ей сам такой благодарен всем учителям которые меня может как били по хребту понимать в каком смысле да если я по-хорошему не понимаю я помню тоже прям и и так я стал там со всеми потом все эти дорос я дать сюда это всего я был у меня когда я рассказывал все что это и в домашних компаниях мог даже поесть это но и тогда и православие практиковала там эти бредни по поводу того что чё хочешь есть что к человеку не ешь любовь человеку выше поста там выше вот этой еды то есть все это тоже прошел да это не по ну и тут не падение тут школы хотя с веганством вегетарианство это падение я вам прямо говорю да то есть я считаю что это было неправильно недовыученный вот вопрос да не с кем был потому что я сам себя тянул москать кроме вики никто тогда не принял никто именно тем почти не общались сами как-то это оставил веган да веган да кто найдет мои старые ролики а потом сам понимал что даже века я писал тот ролик через который она пришла тоже с другим общался на эту тему с христианином вообще хотя мне ролик тогда таких названий вообще не было если уж и был это пост и там я затрагивал эту тему питание там да все любви к животным я конечно я тогда грел тоже достаточно желтый жестко ультимативно с другим просто твердо проповедует она услышала она пришла к этому хотя игры в ролике не в названии нет ничего да это мои первые беседы тощи была беседа с козловым да кто ну кто давно мне знает пой понимает о чем я говорю все уж не расскажешь да не обрисуешь все картины вот и вот ватсапе это уже потом всех касался от не только конечно ватсапе эту женщину эту я уже стал так вести себя со всеми со всеми кто в переписке с друзьями этот ролик записал я веган христолюб все сказал не хотите много кого да почти немного всех я может наш никто этого не принимает я стал всем прям кто мне столько переписок тоже было пустых я прям всем прям всем написал вк помню там человек 20 всем бросаю одно сообщение написал такое что и вот этот ролик я записал специально я веган христолюб не хотите переходить вы много меня слушайте знаете я не хочу некий тем общаться пока не узнаю что вы столько лет меня слушать якобы мы там подруживаем да какие-то другие темы чуть пишемся я говорю как насчет веганства насчет убег животных да и вот никак все я когда будешь вернешься я всегда приму жестко тогда у меня все пошло как все вот я не жалею не жалею ни на минуту об этом все именно так и должно быть человек должен возрастать в этих планах вот так что вот так вот продолжаем читать этого давайте для начала посмотрим что происходит в яичной индустрии для яичной индустрии цыплята мужского пола не представляет никакой ценности поэтому я сейчас прочитаю что все это есть уеда и насчет молочных может кто-то вот так же тоже вегетарианец действительно никогда об этом еще не задумался ни от кого не слышал только ради этого сегодня сделаю сейчас даже по цыплятами ничего разжевывать не буду запишу отдельный ролик когда-нибудь наверняка про яичную индустрию полно конечно могу единственное дать рекомендации сами если вы действительно что-то слышите вас цепляет изучить этот вопрос там действительно убийство и страдания все везде одно и то же исследуйте изучите я уверен все это вас убедит не надо ждать пока веган все ролики на свете выпустит покруче меня есть особенно вот эти вот документальные такие вот эти художественные так назовем как угодно ну которые каких-то реальных картинок там собраны где просто правда жизни показаны все ну там с чем-то же все это же оформлением каким-то подкастом сделано там смотреть без слез нельзя это все становится понятно что там делается как там делается для яичной индустрии цыплята мужского пола не представляет никакой ценности потому что они не могут нестись ну это про яичную да все понятно для мяса существует другие породы кур поэтому цыплята мужского пола от курни и сушек не подходит для от корма в мясной промышленности а это значит что в день когда они вылупляются их либо перемалывают в дробилке заживо либо умерщвлять при помощи газа такое убийство цыплят однодневок практикуется на любой яичной ферме вне зависимо от того промышленная эта ферма или органическая то есть производство яиц от не просто яйца у курицы отбирайте все мальчики родившиеся все убившие умерщвляются в первый день курамής уж ком даже не нашла так или органической курам не сушком даже на свободным и сейчас приходится пройти через это помните опять тема там выпас off свободных промышленная ферма или органической это не суть важно это процедура везде происходит курам не сушком даже на свободным и псяк проходец проте через болезненным процедур обрезания клюва кур на свободном выпасе помещает вангу в огромный ангар который по сути представляет свободу одну большую клетку по закону фермер вправе держать мы с вами этом уже говорили он тоже до 16 тысяч птиц в одном ангаре то есть до 9 птиц на один квадратный метр а это значит что многие из этих птиц за всю жизнь так и не увидеть солнечного света куры несушки были специально выведены и селекционированы чтобы нести до 300 яиц в год а это в десятки раз больше чем в природе это приводит к большому количеству проблем со здоровыми эти птицы страдают от остереопороза переломов костей когда животное истощается настолько что больше не может произойти яйца что обычно происходит в возрасте полутора лет и отправляет на убой куры вне зависимости на какой ферме или в каком хозяйстве они выращивались эксплуатировать заканчивая жизнь на скотобойни с перерезанным горлом я сегодня не буду в подробности очень кратко что да это что коровам касается что курам корову который там надо подоить это у него ими будет болеть это люди до этого довели ее все время плодотворяет она рожает отнимает там все вот это дергают за этим и и вы имя да все это со временем пришло кабан спокойно живет в естественно природе это человек одомашнивание как я говорю а урода животное все домашние животные это все изуродованные животные вырванные из естественно среди обитания порабощенные вот чек сам создал им уродливые условия они изуродовали своей природой и стали неспособны жить в естественно среди обитания свинья конечно сейчас выгоняю в лес она не выживет кабан такая же свинюшка ее родной про 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 прадед так скажем да про отец он спокойно там живет тоже самое с курицами они естественно природе несут там одно-два яйца полно все аналоги есть кошки дикие так слова ужасные дикие дикие некрас не дикие дикие люди вот на заканчивать все одинаково когда там норма перестает сколько она съела ее также убивают мальчиков убивает в день 1 курицу убивают и все ну верю кому интересно ищите сами ну или сейчас не могу дать ссылку убежден и на моем канале когда найдете такой ролик а может когда будет смотреть эту ролику уже будет этот ролик но придется как-нибудь по названию самим найти по поводу молока по поводу молока сразу на моем канале я записал тогда час сорок восемь минут молоко и молочные продукты почему их нельзя употреблять людям молоко зло почему так я его на значке и назвал по названию если кто не подскажет время чтобы я свои ролики сам не пересматривал потом здесь наверху в подсказку добавлю в описании к ролику но вы видите значок видите название можете сами найти в и верхней поисковой строке но и тут сейчас не видно на сжатом формате вот здесь на youtube канале у каждого тоже есть такая лобка и можно название ввести и найдете это видео посмотрите вот сейчас еще раз просто прочитаем лишним не будет послушать может какой вегетарианец будет смотреть или еще как я когда-то не утвердившийся веган точнее не 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 утвердившийся вот обладающим информация дает нам хороший фундамент я свалился я раскаюсь я жалею но первых я сотворил деятельные плоды покаяния да еще какие-то вот но о самом факте конечно я горю я чего-то такого ничего хорошего в этом нет это все неправильно такие вот разные иллюстрации какие нашел до коровы не дают молоко только потому что они коровы не дают молоко то потому что они матери в молочной индустрии степень эксплуатации не меньше коровы как и женщины производит молоко только в одном случае когда у них рождается ребенок и молоко это предназначено для вскармливания детенышей все эти отговоры отмазки что они там у идусов там еще у кого есть вот это сейчас и все это распространяется что там они якобы молочные никаких молочных коров не бывает все это изуродовано человеками все эти животные потому что там конечно может годами прошло что сейчас я уже не подошь но это мы это сделали все это надо вернуть обратно и все это возможно вернуть природа имеет бог такую вероятную дал природе способность самовосстанавливаться очень быстро все какие-то природные техногенные катастрофы благодаря человеку там совершенные даже люди человечество удивляются как там что-то быстро восстанавливалась таких случаев сейчас в интернете можно много чего найти посмотреть это значит для того чтобы корова давала молоко и нужно оплодотворить или искусственно осеменить ну картинки видите специально двусмы такие двумысленно и поставил заодно и с тем чтобы применить к себе поступать другим так и хочет поступали с тобой где-то совместил сейчас ниже увидим где-то такую сразу одиночную добавил смысл понятен да чтобы корова давала молоко и нужно оплодотворить или искусственно осеменить чаще все это делают сами фермеры они помещают свою руку ванну с коровы чтобы удержать матку пока они вводят сперму влагалище коровы короче занимаются какими-то вообще ужасными вещами дурью просто самую настоящую как только у коровы рождается малыш его забирают у матери обычно это происходит в течение первых трех суток после родов это делается для того чтобы фермер мог оставить себе как можно больше молока чтобы заработать как можно больше денег применить это к себе млекопитающие все это очень социальные животные такое разделение матери с ребенком причиняет как корове так и теленку невероятные психологические эмоциональные страдания у коров есть все те же материнские чувства и желание заботиться своих детях как и у людей но мы все здесь кстати ведь молоко тот кого только не потребляют там горное горцы жили козье молоко только пили да все нам слышали бред поэтому это ко всем млекопитающим относятся хотя мы почему-то не всех дуем а чел хотя есть иконское молоко сейчас что-то какой дури только не это такое разделение с ребенком так у коров есть все те же материнские чувства и желание заботить своих детях как у людей но мы все мы все равно забираем у них их детей помещаем их в загоны и отказываем вправе кормиться грудью своих детей ну а потом забивает всех мальчиков точно также а девочек ждет судьба их них матерей всю жизнь простоять в рабстве после того как корова будет настолько истощена что больше не сможет беременеть и давать достаточно молока для нас ее отправляет на скотобойню там ей пробьют череп пневматическим пистолетом с выдвижным стержнем и перережут горло еще сейчас чуть-чуть закончим нет давайте уже о молоке в принципе сейчас по сути просто вывод будет с такой тоже не иллюстрация и кстати сам ну сама картинка была я помню сама текста добавил обычно у себя эту иллюстрацию попущу сразу со словами чтобы хоть что-то доходило да вот по поводу еще раз молока я вам отсылку дал просто хочу сказать что намного больше и от многого не сказала он безусловно знает много по поводу молока тоже в том числе молочная промышленность ролики прям так можно искать кто где там яндекс гугл кто чем пользуется ютубом то там промышленная там прям промышленность какие-то недостатки зло или всегда забивать слово веган промышленно чем там молочная промышленность или веган слова просто добавляйте вам будет все что-то выходить из этой тематики потому что вся информация алгоритмами машинными собирается и слов которые есть в описании в названии ролика в тегах кто там добавляет да вам все это выйдет но и свой ролик я тоже дал двухчасовой о молоке все какие там есть то что вот это все разбирать здесь даже основные перечислил но там да я самом этом рабстве по сути это жизнь в рабстве но сейчас скажет это выводе но вот так вот всех животных в яичной молочной промышленности их рано или поздно убивают поэтому если вы стали вегетарианцем потому что не хотите чтобы животные умирали для вас вам лучше стать веганом но потому что при молочке казалось бы тоже умирают при яичке тоже умирает помимо эксплуатации даже смерть тоже вегетарианец якобы говорит но я вот против убийства но ведь молочке убийства в яичке личные куриной индустрии убийство ну уж про рыбу я не знаю как он там доказывает тоже наверно не знаю я не такой штук уж везде там вообще прямой опять убийство что у них нервной системы есть много ума не надо посмотреть только на рыбу она дергается шарахается от боли потому что в яичной молочной индустрии животные также бессмысленно страдает умирать для нас на самом деле в этих индустриях животные страдают даже больше ну тут и этот мыс подтягивает я вы просто все мы сегодня кратенько вот хотя ролик большой о многом о чем сказать надо но мелочи мы разбираем краткое поэтому я вам даю отсылки на свои ролики какие угодно смотрите лишь бы познать истину потому что гораздо больше а почему да потому что коровы в молочной промышленность подвергаются помимо убийства прежде чем она будет убита и что делать эксплуатирует то что в эксплуатации в течение порядка шести лет тоже посмотрите что то вся промышленность да даже веру эти бабки как я узнал калашматит этих коров для них я кстати потом когда я открыл глаза я увидел все кто в деревнях содержат животных они их ненавидят то что они не они несмотря на такой долгий срок порабощения людьми животных они все равно рвутся на свободу не нужно им это все не воспринимают они это рабство в оконцовке только за счет палки они орут на них они бьют их морят голодом если надо воспитывая и чё только с ними не делают точно также телят увозят сами забивают либо отдают на бойню все тоже самое то есть также с надо оплодотворяют все то же самое более того я вам говорю о них не на видят все эти сказки про бабушка то гладит буреночку это все чепуха точно такой же маркетинг потому что не будет она гладить зная все это и гладь то на эти слова 0 это все равно что там какая-то мателка горечка раз сто лет там погладить своего ребенка каждый день на самом деле его там пиная и ненавидит его ребенка и причиняем там разные боли и страдания все чепуха тут кто любит увидев это один раз все это они делают она отнимает этого теленка она там рыдает понеделями пока не охрипнет коровы зовет своего теленка все они это делает и что сердце у нее не ёкает нет там никакой любви у этих бабушек это все чепуха красивые картинки ложь то есть такой же точно такая же ложь и зарисовка видео иллюстрации как и сейчас мы с вами еще ниже увидим иллюстрацию тоже добавил вот эти все красивые этикетки на коробочках что на банк с тушенкой что на молочных продукт тогда веселую буренку нам рисует все это чепуха это ложь более того это гнилая наглая черная дьявольская ложь нет там никакой правды не истины не добра а это значит что я вот еще оставлю картинку что копыта в оковах были видны для таких светок это значит что каждый год они проходят процедуру насильственного плодотворения каждый год они проходят через ад наблюдая как их ребенок их ребенком отнимает у них каждый год они эмоционально страдают от разлуки со своим малышом год за годом эти животные жестоко страдают от рук людей для таких животных я вот даже выделил это этого мысли конечно это животных смерть это может сказать избавление так и есть это кто хочет жить в рабстве почему-то мы когда рабах вспоминаем о крепостных гремну да какие были времена нехорошие то листью это с людьми делали а что животные чем-то отличается ведь она ознаменует конец их страданиям и эмоциональной и физической боли кстати по поводу бабушек в деревне и вот этих всех йогов когда это слышно там тоже в индии где держит все это вранье все это вранье на которой я повелся еще раз говорю от опыта от опыта и что якобы там кто-то там да нет там йох вот он сам заводит я мне такие ролики об якобы показывают все чепуха это изуродованное животное изуродованное животное он такой уж корову он просто несет это в массы ее кто-то изуродовал он ты взял да потом и такую изуродованную человеком природа коровы якобы у себя держит да якобы это надо и ну да он немного берет он такой же с любовью теленок у нее сосет он там подойдет кружечку нацедет это все чепуха если бы этот йох познал истину от этого от всего надо избавиться всех животных надо отпустить на свободу он и все равно порабощает она не будет в этом стоили если он откроет дверь и они уйдут все и спокойненько выживут это все чепуха вы когда глубоко копнете вы поймете где добро где зло добро это полное помните мы с вами подобные вопросы разбирали что там частично эксплуатации это полное отсутствует эти антиномии которые это выдавал перлы и мы их с вами разбирали да вот здесь то же самое то же самое чтобы вы не слышали вы когда копнете если не просто услышали от массы себе нашли опять оправдание и продолжаете этим злом заниматься нет копните копните так глубоко пока не договыряйтесь до истины а истина именно то о чем я вам сейчас говорю все это эксплуатация у этой коровы на шее веревка они все в загонах они не свободны истина в любви свободе и бессмертии не соблюдается их свобода не соблюдается бог не создал животных зависящих от человека особенно должны исповедовать христиане которые хоть раз в жизни читали библию они созданы свободными вперед человека они не нуждались в его заботе в плане того что они немощны когда я там говорю что бог им потом дал создав человека любить это тоже забота я уже в противовес говорю насилию там конечно в раю заботиться не надо было там никто не страдал любить просто надо было радовать подойти дать это яблочко она и сама может сорвать земли его кушать там стоять у дерева как и мы в районе надо было совершать жертв поступки жертвенной любви если никто не страдает и нет в мире зла как не надо будет делать царство небесном я сам себе могу чайку заварить пусть мне заваривает человек за мной ухаживая мне просто приятно хотя сам могу это сделать и с животными тоже самое просто надо был совместно радоваться этой жизни когда он кушает земли там под деревом эти яблочки и когда ты с руки подаешь вы вместе просто кайфуете от взаимной любви проявления взаимной любви вот и все а он тебе гладится в ответ тебе приятно касается твоей кожи там через нервное окончание что-то добегает у тебя гормоны радости выделяются вот и все ведь она ведь она ознаменует конец их страданиям эмоциональной физической боли страдание кур в яичной индустрии тоже длятся дольше чем у кур в мясной индустрии цыплят бройлеров и кур выращиваем их на мясо убивать возрасте 6 недель а кур несущих убивает возрасте около 72 недель то есть во сколько раз это больше в десятки а это значит что их держит в огромных ангарах в течение полутора лет полтора года круглосуточных страданий и после этого их действительно так они там со сломанными ногами в этой клетке потому что они разжарели пытались встать ноги переломали и так и сидят потом только яйца из них клюют корм там через клетку и из них яйца сыпется вот и все пол полтора года страданий после этого и всегда ожидает та же судьба в концовке что и кур выращиваем их на мясо их точно также отвозят на бойню перерезают им горло и забирает у них жизнь совершенно без необходимости многие люди становятся вегетарианцами потому что у них хорошие намерения им не безразлична жизнь животных они не хотят чтобы животные умирали поэтому станет веганом но яичная и молочная промышленность и тщательно скрывают от нас правду молоко промышленники не рассказывают нам то что происходит в молочной индустрии хозяева яичных ферм не рассказывают потребителям что происходит в их индустрии то же самое с мехом и с медициной да если человеку перед приемом лекарства показали что прошли животные на них которые испытывались он бы сказала уберите от меня это я лучше сам подохну вместо этого они обманывают нас используя маркетинговые уловки то есть мало то что не показывает так еще и лгут на не мошенники обычные мошенники за счет лжи до получают то желаемое такие как счастливое молоко или домашние яйца чтобы покупали их продукты ведь они знают что добрые неравнодушные люди которым не безразлична жизнь животных испытывает отвращение узнав что на самом деле происходит в их индустриях но и вот вас картинка да мы все это все знаем все прекрасно какие-то коробочки красивые чё только не рисует это все брехня отвратительная брехня и ложь познав которую тебя потом воротит от всего этого я разные мы принципе заканчиваем поеду все вы видите да еще раз сделала отсылку принципе мы кратенько там я все-таки сейчас 40 значит есть что рассказать да по молочке все это разжевываем про ребенка и про вот обман этих индустрии ведь и здесь я сказал но правильно это вопрос большой бы может сказал еще больше выброс в этом формат коротких ответов на вопросы мы с вами от поживали да еще и с пересылками вот я разные иллюстрации тут попытался тоже поставить все-таки глаза в память зрительная человек все-таки более у всех развита у меня в частности по крайней мере не знаю как у вас вот я сюда разные есть логотипчики такие сердца с животными но даже когда я себе искал для татуировки не мог найти достойно в основном любят там собачки с кошечками либо еще что я даже начался другую поставил потом все-таки решил какую я сам себе на татуировку сделал я в интернете нашел там тоже как раз опять было такое сердце ну try был черный это я его уже кстати чуть-чуть подкрасил сейчас и сюда для сайта сделал и было как раз этот красная сторона которую вы видите да тут лошадка опять собачка это кошечка и птичка и даже орла не было это ярло сюда добавил до было вот от птичка ну символ птицы да тоже мне сам-то понравился смысл сердце я уже дорисовал сам в интернете там понабрал и слепил сюда коровку все сам это прилеплял к зеркально свинюшку корочку дельфина и птицу в виде там орла неважно какого добавил вот я такую себе эту татуировку сделал тут написал любовь одна ради жизни стань веганом ну тоже все не напишет это то это рука конечно я вам саму что веганство это эксплуатация но такие слова не в месяц к сожалению ты когда делаешь всему свое место и время как говорится не все возможно сделать что тебе хочется да поэтому по сути ради жизни конечно подразумеваю ради счастливой жизни счастливой жизни в рабстве эксплуатации невозможно да вот такую я но я черно-белый здесь сделал не стали ничего в цвете то что надо либо окантовку сделать но для сайта вот такую вот сделал это символ веганство это сердце в котором вмещается не только млекопитающие и не только их жизнь а их именно счастливая жизнь это сердце желающие всему живому растительному веганство обычно все поглощает это да вмещает в себя это это любовь к растительному миру не зря сам цвет веганство это зеленая это сия это уж цвет растений ну по крайней мере летом да вот растительного мира всегда да поэтому веганство конечно себя вмещает любовь к растительному миру и всему животному живому миру если вы вегетарианец и вам действительно не безразлична жизнь животных становитесь веганом это ваш моральный долг только так ваши действия будут соответствовать вашим принципам и ваш образ жизни будет соответствовать вашим моральным ценностям что-то я думал даже дольше будет и что-то еще поговорим но как я его может быть что-то я упустил я конечно и составляю план может быть когда-то не какие-то мысли приходили мне все эти мысли годами крутится пока не то не запишу ролик потом бывает и вторые-третьи вдогонку пишу обычно в старт я уж не раздувает так здорово и приходится один вот я вам просто как говорил рекомендую посмотреть и такие ролики они близки по этой теме ты вот веганская секта но он есть вот и в тексте я там все это собрал но там тоже тоже там я не говорю что такое веганство тоже важно понять поэтому он будет любому вегетарианцу папа папа полезен да вот тут небольшие у меня тексты есть само видео веганство и христианство я думаю что тоже вам может быть как играл то высшая планка но знаете именно мысли о высоком когда-то недостижимом нас подтягивать на следующую ступеньку когда-нибудь и до туда доберемся до любви к людям к ангелам и бесам ко всем на свете да вот это очень важно так что что еще сказать уже на прощание в принципе все сказал ничего не забыл ну пометок текстовых нету просто я перед тем как записан что-то еще делаешь готовишь скит мысли плавали я надеюсь ничего не забыл конечно же вегетарианство этого недостаточно в оконцовке это своими словами сказал я сейчас своими закон чудо веганство если вы сюда вложите то что вкладывает такие как я любовь ко всему ко всему живому миру растительному вмещает да вот и животному миру то тогда как вы можете остановиться на вегетарианстве если вы вкладываете любовь а как же тогда любовь если вы говорите что вами движет любовь что даже стать вегетарианцем вас побудила любовь доброта и этика и мораль там конечно слова употребляют эти но они все у разных народах национальностных мировоззрениях говорят об одном да разберитесь во всех сферах плюс я говорю я знаете почему не мог картинку подобрать когда даже берешь веганство и вегетарианство были что-то подобные значки все с едой даже почему я говорю если даже не зожник опять бывает веган все на пузо что даже якобы веганы и вегетарианцы я почему с этого так много вначале начал якобы отличает только пи пищи понимаете там были картинки типа просто разные тарелки у того там нет просто трупятина на молочка всякая а веган это типа растительные вот там веган и вегетарианец как бы на заставку или в начале вот сюда чтобы поместить ее на значок видео к этому я в оконцовке сейчас не открою вы значок то видели когда включали это видео такое сердце зеленое и веган сто процентов как бы зачеркнуто ой они а таки еще значок к этому не придумал точно мне еще нет значка к этому видео вот я не знаю какое значок то или я уже сделал что-то не помню чуть я уже запутался это я дает что-то я сейчас говорю о том что невозможно быть веганом на сто процентов я счет не помню сделал я заранее вчера сидел или нет я что-то делал про остров я уже сделал хотя только записал перед этим еще не загружал на youtube а к этому что-то не помню сделал нечет сделал вот не помню то что картинка объяснить тяжеловато веган вегетарианец как бы противиться они даже рядом ну там все 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 какие-то с не попадались я как всегда там полчаса уж точно посвящают там сидишь там пытаешь что-то на яндекс картинках на гуглах там найти ну все иди все о пузе а веганство это не только о пузе веганство вот я даже вернем к этой картинке но это в сердце хорошие и вот это сейчас опять вам вернул это сердце в котором вмещается все живое любовь к этому всему живом и это во всем здесь не зря просто мужчины якобы всех пытается объять это здесь же нет тарелки даже на этой картинке под ними да это не только тарелки речь-то это зоопарки цирка отвратительные вещи это охота ваш охоты от нее охотники многие вы знаете я не сомневаюсь скажете мне это доказать можешь опять я ну лично я не может не знаю вегана охотник вегетарианца охотника но я уверен что такой есть и он опять же такой зазор же может ему там даже врач может показал может он сам где-то уилла решил думаешь это ребятина и он охотится ради он же негодяй все охотники это же вообще бесноватые люди убивают ради как они спортивная охота ради интереса с друзьями выпивка лес природа отдых для них это да отдых развлечения поехать убить кого-то то есть веганство это все это против охоты это против зоопарков против цирков это разная вещь там просто смотрят тупо там еще их и вообще ужасные вещи не вытворяют ведь просто вечные зэки заключенные ни за что сидят всю жизнь в клетке в этой цирке это еще хуже зоопарков еще и там их на силу таких клетках сидят так еще и заставляет дурью занимается животное там на велосипеде кататься бред это и медицина вся построенная на этих опытах на животных ставьте на себе если бы мир был светлым человеку первых лечиться не надо было если уж надо было бог бы благословлял на знания которые все есть в растительном мире что куда приложить какой лепесточек мы сами дошли до этого до безумия так что здесь все абсолютно это шубы это яйца который якобы никто не умирает хотя как выясняется умирает цыпленок малыш мужского рода это молоко оказывается убивают теленка тушень тоже никому мальчики не нужны молоко не дают всех их естественно куда всех на убой мраморная говядинка ребенок и куда только нет их нет даже домашний здесь носили над животными над домашними животными такими как называемые да но за это якобы многие там могут вытопить и далеко не многие тоже за все на сфере за любую тут даже сфер порой их там намного больше мы в жизни надо даже не задумывались где их там только не мучают и не применяют кто-то для личных целей для тяжелой работы там часто конечно мир современным уже кажется от этого отошли но это опять же это в развитых странах там трактора также их и все эти кони лошади вспомнить все эти войны тут сферы какие-то отходят может по стечению просто времени какие-то еще существует этого в одном месте отходит другом присутствует их только куда и как только не применяли чё только с ними не делали да кто-то на них гадает где только его туда тут там на гуси на чем так кто-то ради веру вообще дурик тот живодер вот но если обычно человеку пофигу веган никогда не пройдет мимо вот так вот поэтому если вы вегетарианцы надеюсь этот ролик мой поможет вам измениться стать на сторону света и изменить мир к лучшему спасти десятки сотни миллионы животных душ людей вы засветите выпить кому-то вы поймите одну простую вещь которые тоже постоянно говорю вы стали светом вокруг вас появится тоже такие это надо обязательно не достаточно что христолюб там веган проповедует вы должны светить должны сами измениться этот свет на других распространять только так меняется мир только так все не только себе вы потом это понесете так и преображается это очень важно понять важно понять и поняв делать ну все надеюсь все если это не цепляет что еще добавить но я как гру я вам дал еще какие уже есть ролики отдельные ссылки ну и на будущее простого рынка призываю самим поискать потому что сфера веганство от вегетарианства ведь как очень сильно отличается в любую залезть посмотрите что там с меховой индустрии с развлекательные да какие-то украшения зубы кости шкуры головы вешают дури у нас вот столько вот у людей у грешников да и вдать из подробности веганство это не только а то я говорю и очень часто я вот я встречал такие статьи даже вот у еда и уж у него познание понятно чем больше но ведь такой у него получился короткий ответ что текст в этом и с ольгой ольга мне дело я редактировал стенограмму с его устных видеозаписи этих видео выступлений есть у него вроде как и книга да понятно что его область он все это понимает но вот у него тоже так коротко так и я по сути все где-то сослался где-то на другие игры там поищите тоже иначе так уже километровые ролики да но суши это не доходит я вот я сам себя освобождаю раньше сколько приходилось в личке ситража сейчас роликом поделился и все если это ты не понимаешь что это не только о молоке речь идет о любви вегетарианцы от вегана не молоко отличает а любовь если это настоящий веган тоже я конечно же подтекстом подразумеваю он говорит о любви живут во всех сферах он может планы сам не знает он у него даже в голове не не укладывал что кто-то так там животное как-то мучает эксплуатирует в какой-то там среде я том что же в жизни многие вещи даже не задумывался тоже бывал вот так вот там узнаешь кто там для какой дури изгаляется ему уже это неважно я имею конкретика он уже везде готов впречься если он еще не все гадости мира познал вот так вот а если вы думаете только о тарелке причем которая в основном с подоплекой зожжи ну что сказать печальное состояние вашей души вот так вот все на этом все надеюсь этот ролик хоть кому-то одному вегетарианцу станет полезным изменит его жизнь все всех по-братски люблю целую обнимаю уже в животике гурчит пойду обедать пока пока а